День матери, продовольственная безопасность и оружие против вируса. В Бобруйске продолжается прививочная кампания, где можно пройти процедуру и почему масочный режим обязаны соблюдать все без исключения. Это большие итоги и самые яркие информационные акценты недели о тех, кто видел все своими глазами. Я Максим Гембель, мы начинаем. Поставки газа, косвенный налог и цена квартиры. В Минфине разъяснили порядок оплаты налога на недвижимость с первой квартиры. Когда нужно будет внести авансовый платеж? Спасательный круг. Все больше бобручан выбирают вакцинацию. Пришла и вся моя семья пришла сюда на вакцинацию. Безопасны ли препараты и почему хронические заболевания не помеха для прививки? Хорошая работа. В СПК Рассвет продолжают сбор овощей. Урожайность выше в этом году, чем в прошлом году. Сколько тонн уже заготовили и что такое стабилизационный фонд? Наши ангелы-хранители. День матери по-домашнему тепло отметили в Бобруйске. Мы поздравляем всех наших милых, дорогих женщин, милых мам. Города Бобруйска с всем замечательным праздником. Где прошел торжественный прием и почему они все разные, но такие родные. Нарушенные правила, санитарный пропуск и зона отчуждения. Уже месяц не прекращается извержение вулкана на Канарском острове Пальма. Сколько эвакуировали людей? Укол здоровья. В третьей поликлинике работает процедурный кабинет. Попасть в него можно ежедневно на все не больше 15 минут. С собой нужен лишь паспорт. Вакцинируются и люди с хроническими заболеваниями. В то же время не забываем про безопасность. Ведь даже привитые должны соблюдать масочный режим. Тем более в Беларуси это обязательные условия. Контролируют соблюдение правил санэпидемстанция и правоохранители. Что о таких мерах говорят специалисты и горожане, узнавала Карина Гуревич. Такого никому не пожелаешь. Полгода назад Надежда Корсун лицом к лицу сошлась с коронавирусом. Сперва подумала, простуда. Но первое мнение оказалось ошибочным. Температура не спадала, болели мышцы. Обратилась к врачу и сделали тест. Результат положительный – ковид. Затем самоизоляция, лечение. И вот уже прошло три месяца. Без каких-либо сомнений решила прививаться. После того, как я переболела, у меня уже никаких сомнений не осталось, чтобы обязательно пройти вакцинацию. Я пришла, и вся моя семья пришла сюда на вакцинацию. Мы сделали вакцинацию и остались довольны. Вакцинация прошла у нас в легкой форме. Сейчас в Бобруйске на выбор три препарата. Двухкомпонентный гамм-ковид-вак и синофарм, а также однокомпонентная спутник-лайт. Все больше бобруйчан приходят к выводу – вакцинация – это необходимость. Даже люди с хроническими заболеваниями появляются на пороге прививочных кабинетов ежедневно. Конечно, есть и те, кто пока сомневается. Но беспокоиться не стоит. Перед уколом – осмотр врача. И сегодня мы прививаем людей и с хронической патологией легких, и с сахарным диабетом, и с хроническими заболеваниями почек, и даже с онкопатологией. Практически единственным противопоказанием является тяжелая аллергическая реакция. Да, есть еще временные медотводы. Это острая респираторная инфекция. В третьей поликлинике для желающих привиться двери открыты ежедневно с 8 до 19 часов. В субботу до 15.00, в воскресенье с 9 до 13. Кабинет – 103. С собой нужен только паспорт. К слову, в Бобруйске первый компонент получили около 80 тысяч человек. Второй – больше 53. Горожане делают осознанный выбор. Я пришла прививаться, потому что мы всей семьей переболели в июне этого года коронавирусом. И достаточно тяжело. Какие последствия у вас были после коронавируса? Честно говоря, они очень хорошие. И головные боли были сильные, и кашель тоже остаточный. Хотя имею ряд хронических заболеваний, я решила для себя сделать прививку, потому что считаю, что в настоящее время это самый выход из этого положения, потому что болела очень сильно. Я пришла проконсультироваться с врачом. Две прививки я уже сделала. У меня есть ряд хронических заболеваний. И три месяца назад я уже сделала прививки, я принесла хорошо. Но сейчас я хочу проконсультироваться про ревакцинацию и сделать третью прививку. Вакцинация – самый эффективный способ борьбы с вирусом, но не единственный. В Беларуси обязательный масочный режим. Мера вынужденная. Быть в антиковидном аксессуаре нужно практически везде, где ступает нога человека. В транспорте, магазинах, предприятиях, театрах и организациях. Причина – не первую неделю госпитализация превышает выписку. Заболеваемость растет по всей стране. Правила ясны и обязательны для выполнения. В частности, маска должна закрывать подбородок и нос. Использовать можно одноразовые медицинские или многоразовые. Подойдут из ткани или марли. Контролируют соблюдение правил эпидемиологи и милиция. Пока никого не штрафуют, а лишь напоминают. Однако в ближайшее время наказание станет материальным. Усматривается административная ответственность. Согласно статье 17.5 Кодекса Республики Беларусь об административных правонарушениях. И, возможно, привлечение к административной ответственности в виде штрафа до 30 базовых величин. Мир тоже не сдает позиции и усердно сражается с коронавирусом. К примеру, в Италии хотя бы один укол препарата от COVID-19 сделали около 75% населения. А во Флориде строят необычный небоскреб. Он защитит своих обитателей от инфекции. 10 этажей – это медицинский центр. Всего же их 55. На каждом роботы-уборщики, способные бороться с бактериями. Конструкторы обещают, в здании можно будет переждать и новые пандемии. Карина Гуревич, Максим Галеонко. Итоги недели. Ковид-патруль, НДС на покупки и важная информация. Утвержден график переноса рабочих дней в 2022-м. Сколько весной будет выходных? Громкие заголовки недели далее в специальном обзоре. НДС на покупки в зарубежных интернет-магазинах. Ведут с 1 июля 2022-го. Размер налога пока не уточняется. Как отметил глава Минфина, приобретая товар на заграничных онлайн-площадках, белорусские потребители перечисляют средства в бюджет другой страны. Он также подчеркнул, что при продаже продукции в обычных магазинах пошлина уже включена. Поэтому они находятся в неравных условиях с теми, кто торгует в сети. Беларусь и Россия планируют подписать документы по поставкам природного газа до конца года. На уровне глав государств договоренности достигнуты. Стоимость полезного ископаемого составляет 128,5 долларов за тысячу кубических метров. Сейчас осуществляется подготовка необходимых материалов для дальнейшей реализации условий в 2022-м. В Минфине разъяснили порядок оплаты налога на недвижимость с первой квартиры. Напомним, такую меру содержит новый профильный кодекс, который рассмотрят парламентари на осенней сессии. Предполагается, что внести авансовый платеж, а это половина суммы, нужно будет не позднее 15 ноября 2022-го. Оставшуюся часть погасить уже в 2023-м. При этом для отдельных категорий граждан льгота сохранится. Утвержден график переноса рабочих дней в 2022-м. Согласно документу, понедельник 7 марта белорусы будут отрабатывать 12-го числа, а 2-го мая – 14-го. Таким образом, весной дважды получится по 4 выходных подряд. Организации с учетом специфики производства могут вносить корректировки. В Минске начал работу COVID-патруль. В его составе волонтеры движения БРСМ «Доброе сердце». О столичных объектах торговли они напоминают посетителям о мерах борьбы с вирусом. С собой наглядная информация, брошюры и памятки. Также рассказывают о соблюдении масочного режима и где находятся ближайшие пункты вакцинации. Молодые люди прошли обучение и инструктаж. Любимым посвящается. На неделе Беларусь отметила День матери. Этот праздник наполнен особой теплотой, искренностью и благодарностью главному человеку в нашей жизни. По традиции, в обручанок поздравил председатель горосполкома Александр Студнев. Прием прошел в стенах областного театра драмы и комедии и получился по-настоящему теплым. Еще больше подробностей в нашем следующем материале. В областном театре драмы и комедии давно привыкли к громким афишам и известным постановкам. Но в этот день сцена пустует. Храм Мельпомены встречает актеров, но только из реальной жизни. Для каждого из нас они всегда в главной роли. Мамы. Одна воспитывает музыканта, другая – спортсмена, третья – начинающего ученого. Женщины с большой буквы. Сегодня в их честь торжественный прием. На котором и мэр Бобруйска Александр Студнев. Председатель гор-исполкома не жалеет слов и искренне благодарит каждую гостью за тяжелый, но великий труд. Именно вы своей заботой, теплом своим сердечным воспитываете наших детей. И сегодня за этим словом в лице вас мы поздравляем всех наших милых, дорогих женщин, милых мам города Бобруйска с всем замечательным праздником. На празднике 12 мам. Ровно столько, сколько месяцев в году. И они такие же, все разные и по-своему особенные. Рядом с ними их главное богатство – дети. Пока кто-то отдыхает, ребята прямо на месте. Украшают пряники, рисуют картину. Затем дарят виновницам торжества. Только радостные эмоции, чувство какой-то даже гордости, что в нашем городе, ну, так вот, не забывают этот праздник, что так вот все душевно организовано. Что, на самом деле, очень важно знать, что мама – это не просто мама, это даже какая-то, можно сказать, работа, каждодневная, трудная. Очень приятно, потому что оказывают внимание, поддерживают, ценят. Наверное, вот это самое важное. Ну, а расскажите, а насколько вообще тяжело быть мамой? Не знаю, мне не тяжело, мне в радость. Мне кажется, если ребенком заниматься, если в него вкладывать, влаживать, развивать, то, когда приходят успехи, то это только приносит радость. По-своему, мамой быть и легко, и сложно. Легко, потому что есть помощь второй половины, есть помощь твоей семьи, твоих детей. И, конечно, сложно, потому что много забот, много ответственности за своих детей, чтобы волнение какое-то, чтобы из них получились замечательные люди. Поэтому есть какой-то, да, и плюсы, и минусы. Программа приема насыщенная. Например, малыши из городских коллективов преподносят музыкальные подарки. Кстати, этот праздник не менее важен для детей, чем для их мам. За что больше всего маму любишь? За ее любовь ко мне, за то, что она меня родила, за то, что воспитывает меня хорошо, я могу получать хорошее образование, то, что исполняются все мои мечты. Скажи, а мама твоя, вот она какая? Очень добрая и любящая. А какой праздник сегодня? День Матери. Расскажи мне, ты маму любишь? Да. А как сильно любишь? Сильно. Расскажи мне, а какая твоя мама? Хорошая. Ну, а еще какая? Любимая. Я занимаюсь музыкой. Мама тоже занимается музыкой. Ну, она музыкант, и она мне помогает, если я что-то не знаю. А вы вместе с мамой поете, играете на чем-то? Играем на домре. И как у вас получается вдвоем? Хорошо получается. В Первомайском районе тоже важный повод для встречи. Орден Матери, признание, заслуг и почетная награда. Именно ее вручают двум прекрасным женщинам. У Татьяны Рудько восемь замечательных ребят, у Дианы Щировой пять. Каждый большая гордость и любовь. Героиням праздника цветы и подарки. Это очень приятно, очень волнительно. Поэтому, ну, просто счастье. Спасибо президенту, что, ой, сейчас буду плачать. Оценил, и, ну, я думаю, я ее заслужила, эту награду, потому что у меня очень хорошие дети. Все эмоции, я, наверное, в приятном шоке. В какой-то степени я, наверное, ждала, то есть, эту награду. Но все равно какие-то сомнения все равно были. Наверное, у каждого, у каждой мамы на моем месте бы, наверное, это тоже было бы. Конечно, в этот день поздравления летят во все уголки страны. Бобручане тоже не жалеют слов в честь Дня Матери. Про мамонтенка песнь. Пусть маму услышит. Пусть мама придет, пусть мама меня непременно найдет. Так не бывает на свете, чтобы были потеряны дети. А что мама для тебя хорошего сделала? Создала меня. А что самое тяжелое в том, чтобы быть мамой? Ну, как вам кажется? Воспитать хорошего ребенка. И пытаться понять его. С правильными чертами характера. Как думаете, у ваших мам получилось? Да? Думаю, да. Я поздравляю маму с праздничком. Желаю ей всего самого хорошего. Пускай она живет вечно. Желаю ей счастья, здоровья, чтобы она всегда была рада. Поздравляю тебя с Днем Матери. Поздравляю тебя с Днем Матери. Я тебя очень сильно люблю. Желаю тебе всего хорошего, здоровья. Обещаю, буду слушаться. Мама, поздравляю! Мама, первое слово каждого малыша, это нежное лицо, добрая улыбка, праздник, самый теплый день осени, несмотря на погоду. С 1996-го его отмечают в Беларуси. 14 октября. Ольга Васенда о том, почему зимой голодными не останемся. Кировский район. Сейчас здесь кипит работа. Аграрии собирают морковь. Задействована порядка 60 человек. Начинают в 8 утра, в 16 часов смена заканчивается. Уже убрано 479 тонн. Остался 1 гектар из 10. Благодаря устоявшейся теплой погоде, корнеплоды добавляли в весе около 3-4 грамм в сутки. Поэтому форма гибридов – циркан, каданс и бриллианс – крупная. А сам овощ очень сладкий и вкусный. Все собираем. Овощи, кроме лука, все собираем ручную. Ну, так меньше портится, меньше травмируется. Аккуратно все уложим в контейнера и сводим на хранилище. А вот площадь поля, где посажена капуста чуть больше – 15 гектаров. Старидор, Зенон, Эпикур – тоже гибриды. Вес одного кочана от 3 до 5 килограмм. После уборки отправляются в хранилище. В СПК «Рассвет» их несколько. Емкость от 2 до 5 тысяч тонн. Все овощи разделены. Везде соблюдается режим. Например, картофель хранится при температуре от 2 до 4 градусов тепла. Мы реализуем только через свои сети торговые. А потом уже где-то в начале октября начинаем массовую реализацию. Ну, там продукция наша хорошая и пользуется спросом. Поэтому долго не задерживаются в хранилище. В этом году для стабилизационного фонда собрано 550 тонн картофеля. Церта из Германии – Королева Анна, Голландии, Мимфис и Белорусский скарб. Позже в закромах появился лук – 300 тонн. В этом году погодные условия нам не позволили в достаточном объеме собрать лук. Так как мы собрали в прошлом году. Его на 50% меньше. Зато следующие другие овощи, например, так как капуста, урожайность выше в этом году, чем в прошлом году. В Могилевской области в стаб-фондах всего будет запасено 3700 тонн картофеля, почти 2000 капусты, 860 тонн репчатого лука, 800 моркови, 700 свеклы и 500 яблок. Резерв полностью заполнится в ноябре. Ольга Васенда, Дмитрий Шевцов. Итоги недели. Внимание дорожной работы. На пятом-шестом микрорайонах продолжается ремонт. Сейчас специалисты ДСУ-16 заняты проспектом строителей. В частности, модернизируют участок от Шины до Сикурского. Начали еще в августе, уложили уже 3,5 тысячи тонн асфальтобетона. Заменили 2,5 тысячи дорожного борта. Всего здесь трудятся около 30 человек. Занимаемся устройством пешеходных дорожек и велодорожек. Велодорожки будут сделаны из асфальтобетона. Ширина разная. По одной стороне метр, по второй – 2,30. Общая ширина тротуаров – 3,5 метров. Также нанесут разметку для велодорожек и сделают плавные спуски. Для удобства пешеходов. В конце октября все работы завершатся. Спасение истории. Обязательный грин-пасс и машина-легенда. Волга ГАЗ-21 отметила 65-летие. Кто получил возможность прокатиться на ней? Далее обзор громких мировых заголовков. Уже месяц не прекращается извержение вулкана на Канарском острове Пальма. Людей эвакуировали еще несколько недель назад – около 6 тысяч человек. Лавовые потоки уже уничтожили около тысячи зданий. Власти разрешили жителям вывезти вещи и ценности. Десятки грузовиков ненадолго вернулись в зону отчуждения. А накануне возобновил работу местный аэропорт. Из-за пепла и землетрясений его закрывали уже дважды. На работу по санитарному пропуску. В Италии сотрудники государственных и частных предприятий должны предъявлять на входе документ об иммунном статусе. Речь идет о грин-пассе. Он подтверждает, что владелец привит, перенес заболевание или имеет отрицательный тест. Власти Бельгии также вводят подобное нововведение, но уже для доступа в общественные места. Apple не сможет выполнить план по производству смартфонов последней модели iPhone 13. Компания намеревалась выставить на продажу к Рождеству 90 миллионов устройств. Показатель придется сократить на 10 миллионов. Проблема из-за дефицита чипов. Производство компонентов сократилось в условиях пандемии. Жители французской деревни пытаются спасти неоготический замок 12 века. Он – достопримечательность и душа этих мест. Сейчас находится на стадии судебной ликвидации. Последний владелец – гражданин Украины. Разыскивался на родине по делу о хищении 12 миллионов евро. Мужчина выехал за границу и купил здание за 3 миллиона. Теперь старинная мебель выставлена на аукцион в счет погашения долгов. Волга ГАЗ-23 отметил 65-летие. Жители Перми получили возможность прокатиться на автомобиле. Необычную акцию организовал музей «Ретро-гараж». Для одних – это ностальгия по прошлому. Для других – возможность познакомиться с легендой. К слову, машина выпускалась в Советском Союзе с 1956 по 1970. Такими уходящие 7 дней увидели корреспонденты Бобруйск-360 и я, Максим Кембель. Новая неделя, новые итоги. Увидимся. Новая неделя, новые итоги.